Дело делать прогнозы, дело неблагодарное, но давайте будем исходить из того, что есть. События развиваются, жизнь многовариантна, Господь Бог ничего не предрешает за человека, дает выбор, право выговора в жизни. Варианты, все происходит в динамике, одно явление неожиданное на первый взгляд рождает не менее другие неожиданные явления. Неожиданным является то, что мы слышали в предвыборной кампании, резкий разворот господина Додона в проблеме договора об ассоциации. Буквально вплоть до 2-3 месяца до выборов он говорил о том, что партия социалистов требует денонсации договора безоговорочно. Но вдруг, вступив в предвыборную кампанию, начали говорить о том, что необходимо трехстороннее соглашение Россия, ЕС и Молдова для того, чтобы скорректировать то, что там неверного. А если кто помнит, в апреле 2014 года я опубликовал большой доклад о последствиях внедрения договора об ассоциации, проштудировал все 999 страниц с 45 предприложениями. И окончательный вывод у меня был такой, в договоре 2 трети хорошего, а 1 треть надо согласовывать и какую-то часть выбрасывать. Вот эту позицию Дадон занял. И вот сейчас эта позиция партии коммунистов, которая сделала много, большой анализа, то в течение нескольких месяцев 5 или 6 семинаров провели по всей стране, где по кусочкам разложили этот договор. Этот договор в действительности может иметь и имеет очень серьезные последствия для жизни Молдовы, и может определять очень много. И здесь я согласен, вот говорили о том, что в основном будет определяться Европейский Союз и Соединенные Штаты. Но это мы исходим из того, из сегодняшнего, а даже из позавчерашнего ситуации. На сегодняшний день ситуация совершенно иная. После результатов выборов в Соединенных Штатах и после выборов, которые произойдут в ближайшее время в Германии, во Франции, ситуация радикально изменится. Кроме того, надо понимать, и румынские политологи бьют тревогу и как-то так очень не беспокоены тем, что их окружает социалистический пояс. Молдавия, Болгария, Польша и Словакия, Чехия давно такие. Турция еще. Никто не позволит никому сегодня перекраивать границы. Если бы какой-то кусок территории захотел отхватить Румынию, скажем, Южную Бессарабию, она была в составе Румынии в 1856 по 1883, по-моему. Потом вот... 88-й, да. 78-й. И потом опять... Еще как-то это вот, как с Крымом, да. А тут целую правобережную часть. Это совершенно нереально. Поэтому нам надо считать, что вот то заявление посла Соединенных Штатов, которое было на колонии выборов за месяц или полтора, что Соединенные Штаты категорически за то, что Молдоз существовала, никакого обеднения не может быть и речи, не поддержим. В общем, страна должна развиваться по своим законам в силу своей специфики. Вот эти обстоятельства позволяют мне говорить о том, что у Додона очень большие шансы добиться принятия закона о нейтралитете. В прошлом году или в позапрошлом, в 2014, по-моему, когда была создана парламентская комиссия по выработке проекта закона о нейтралитете, который бы расписал конкретно все. И это правильная идея. Имея такой закон, можно добиться и международного признания, как это сделала Киргизия в Организации Дневных Наций своего нейтралитета. Туркмения. Туркмения, да, я извиняюсь. Поэтому у Додона в связи с этим может очень серьезно через год подняться рейтинг. Он выполнит это обещание. Очень сложно будет у него с обещаниями инвестиции оживить. Да, рынок откроется, да, может быть. Да, может быть, какие-то увеличения экспорта будет, но в тех объемах, что были ранее, до 300 тысяч тонн яблок, это исключено, потому что наша ниша, которой мы там было, уже занято. И это так по всем позициям. Во-первых. А во-вторых, опасность реэкспорта настолько велика. Она присутствует ежедневно, ежечасно, ежеминутно в связи с открытыми границами в Европу. Поэтому говорить, что будет зеленый коридор и так сквозняком будет идти наша продукция, не приходится. Больших выгод Молдова от этого не будет иметь и будет какое-то разочарование. Третья позиция, которая, мне кажется, будет решающей влиять на ситуацию, это обещание Дадона после избрания на постпрезидента сложить в себя полномочия председателя Социалистической партии. Ничего подобного никто не говорил, который выходил на высокие государственные должности. И правильно делали. Если он только сложит в себя полномочия, то совершенно не исключена очень серьезная уперепартийная борьба до раскола внутри Социалистической партии. А это означает, что они, как серьезные политические игроки, не будут представлять интереса для какой-то коалиционной работы в парламенте. Там назрел Социал-демократический союз в лице Демократической партии, в лице 14 бывших членов коммунистов. У них свои взгляды, у них своя отличная во многом от позиции социалистов подход к решению целого ряда проблем, прежде всего в экономической сфере. Они сейчас, конечно, выпускают пар из перегретых котлов, арестовывая то одного, то другого. Но все эти 99%, я убежден, этих дел, они будут спущены на тормозах. Просто выпускается пар. Там эти группировки построены по меркантильному, по профессиональному, по финансовому признаку. И говорить, что там кто-то по убеждениям, нет, такого нельзя. А это первый мотив, первый симптом того, что структура какая-то организационная развалится. Я предполагаю, что если господин Дадон захочет выполнить еще одно свое обещание стать президентом для всех молдаван, в том числе и правых, и те, которые против него выступали, то ему придется пойти на очень многие отступления от своей позиции. И не исключено в отношении к России. Вот уже ему вопрос ребром задали из Киева пресс-секретарь. Объясните свою официальную позицию по отношению к Крыму сегодня. Далее вопрос, связанный со статусом Приднестровья. Там сейчас тоже выборы у них. Ему не так-то просто будет договориться с Шевчаком. Хоть он и говорит, что мы пойдем и договоримся. Нет, это не получится. Но вот такой вот фон, в целом благоприятный для государственности Молдовы, но по-прежнему стагнирующий или негативный для экономической части. Еще раз повторюсь, ожидать, что резко увеличится наше поступление валюты из России, после не приходится. Господин Констандакий согласен, что там наша ниша занята. Раз. Второе. Угроза колоссального реэкспорта продукции из контрабандного завоза в Россию через Молдову из третьих стран. А кроме того, по-прежнему ничего невозможно сделать будет с экспортом, просто вот так вот эшелонами из Турции свободной, и будет подавляться наше производство. Ожидать, что у нас будет финансовая стабилизация, не приходится. Вот выборы кончились, они опять начинают потихонечку обрушивать лей. Это говорит о том, что политика, которую вел Плохотнюк в отношении вот такого скрытого ограбления молдавского народа через обесценивание национальной валюты, продолжается. Я посмотрел, какие основания у них сейчас для обесценивания лей. Нет оснований. Предложение валюты на рынке по-прежнему на 20-30% выше спроса. Почему надо обрушивать лей? Потому что им надо зарплату платить. Почему? Потому что нет доходов бюджетом. А почему нет доходов бюджетом? Потому что вся эта работа по усилению налоговой, финансовой дисциплины, на таможенной дисциплине, только фикция, только лапша на уши, только показуха. На самом деле все схемы как работали, так и работают. Додон захочет это сделать, но никаких возможностей административных у него для этого нет. Говорить о том, что последнее, что они обещают, будут добиваться досрочных выборов в парламент, не удастся, если будет создана социал-демократическая фракция в парламенте. И, наверное, не исключено тогда включится и партия коммунистов. Так что, в целом, надо говорить, до 2018 года Додона будет время на раскачку, на расстановку, на это. А уже после 2018 года, если он сохранит свои позиции и сохранит свою партию вообще, то тогда, конечно, возможно, широкий союз левых сил, потому что и в партии коммунистов произойдет неизбежно известные необходимые подвижки. И тогда, уже тогда, после 2018 года, можно будет говорить о серьезном, вместе с Приднестровьем, строительстве современного государства. Продолжение следует...